Одним из бенефициаров нынешней пандемии COVID-19 и, возможно, ее главным политическим бенефициаром в мире стал Владимир Путин и его режим. Объявленный Путиным старт общероссийской вакцинации неизбежно завершится провалом. Путин сказал «надо». Собянин ответил «есть». Не успел Путин дать поручение начать массовую вакцинацию, как буквально на следующий день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве уже все началось. «С целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб», объявил Собянин. Тут ключевые слова «с целью обкатки». Учителя, врачи и социальные работники должны понимать, что их в очередной раз используют как средство. На этот раз в качестве средства обкатки. Вакцина «Гамковидвак» «Спутник-5» была зарегистрирована 11 августа. Очень важно было успеть первыми. Поэтому «Спутник». «Мы первые в космосе, теперь первые на ковидном фронте». Реакция врачебного сообщества на лидерство России в гонке вакцин была, мягко говоря, сдержанной. Большинство российских медиков, опрошенных сервисом «Справочник-врача», заявили в опросе, что не готовы сделать прививку «Гамковидвак». Из 3040 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%, согласно на вакцинацию 24,5%. Более 66% респондентов заявили о недостаточности данных об эффективности вакцины 48%, высказали недоверие к этому средству в связи со столь короткими сроками его создания. Весьма негативные отклики на «Спутник-5» поступили от международного медицинского сообщества. После того, как в престижном журнале «The Lancet» была опубликована статья, посвященная клиническим испытаниям российской вакцины, у итальянских врачей возникли недоуменные вопросы по поводу некорректных, по их мнению, данных статистики, приведенных в статье. И они написали по этому поводу открытое письмо, в котором подробно аргументировали свои сомнения. Журнал «The Lancet» опубликовал данное письмо, сославшись на то, что всегда готов поддержать научную полемику. Ответ разработчиков российской вакцины был выдержан в духе российского МИДа и его официального представителя Марии Захаровой. Гамалеи категорически отвергают обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале «The Lancet». Мы представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться итальянским экспертам. Ни единого слова по существу насчет вопросов зарубежных врачей разработчики вакцины не произнесли. Попытка итальянских врачей вести с российскими коллегами разговор на профессиональном языке успехом не увенчалась. Бенефициарами пандемии коронавируса обычно называют производителей и продавцов масок, антисептиков, лекарств, туалетной бумаги и макарон. Но есть и политические выгодоприобретатели. Эпидемии всегда несли одним смерть, другим счастье. Эпидемии Холеры и Тифа сделали Тунис в конце 19 века легкой добычей для французов. В начале 16 века европейцы завезли в государство Инка в Черную Оспу, что крайне ослабило эту страну и помогло маленькому отряду Франциска Писаро завоевать многочисленную империю. А во время чумы 1347-53 годов в Москве была создана сильная система застав, которая помогла организовать карантин, что стало одним из факторов возвышения Москвы на фоне других городов, обезлюдивших от болезни. Одним из бенефициаров нынешней пандемии COVID-19 и, возможно, ее главным политическим бенефициаром в мире стал Владимир Путин и его режим. Россия занимает четвертое место в мире по числу заболевших после США, Индии и Бразилии, а смертности, с учетом вечно испуганной российской статистики, можно только догадываться. Но количество избыточных смертей с начала эпидемии втрое превышает официальную цифру убитых коронавирусом и его последствиями. Это позволяет предположить, что данные по смертности коронавируса занижены в разы. Российский «Спутник-5», получивший прозвище «Пиар-вакцины», не пользуется доверием врачей в самой России и раскритикован международным медицинским сообществом. К тому же, отечественная фарминдустрия не в состоянии справиться с производством препарата в количестве хоть сколько-нибудь сопоставимым с тем, что необходимо для массовой вакцинации. Поэтому, объявленный Путиным «старт общероссийской вакцинации» неизбежно завершится провалом, который будет скрыт ликующими рапортами с мест и восторженными комментариями кремлевских СМИ. О том, как россияне умирают в коридорах переполненных больниц из-за нехватки препаратов и врачей, российский телевизор не рассказывает. И эта ситуация крайне выгодна президенту России. Можно сказать, что к Путину вернулся во знаменитый фарт, который в начале нулевых позволил ему установить полный контроль над страной, благодаря высоким ценам на нефть, росту доходов населения и основанному на этом социальному контракту «Вы не лезете в политику, я не лезу в вашу жизнь». Этот контракт закончился в начале десятых, когда в результате сначала белоленточной революции, а затем оккупации Крыма, власть навязала россиянам другой контракт. «Вы по-прежнему не лезете в политику, а я вам за это покажу страшную и гордую имперскую сказку по телевизору». Пандемия создала идеальные условия для диктатуры. Политика, которая была раньше под запретом де-факто, теперь стала под запретом де-юре. Никакой уличной активности, включая пикеты. Массовые собрания в России запрещены до 15 января 2021 года, и нет особых сомнений, что запрет будет продлен. Выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года, вполне могли бы стать триггером протестов, но в условиях пандемии шансов на это практически не остается. Коронавирус становится надежным союзником административного ресурса в борьбе с оппозицией. Пандемийные запреты и ограничения будут использованы властью с тем, чтобы не пропустить на выборы никого лишнего, не дать собрать подписи, не позволить встречаться с избирателями, помешать контролировать подсчет голосов. Винстон Черчилль 74 года назад в своей фултонской речи ввел в оборот понятие «железный занавес», ставшее символом холодной войны. Тогда этот занавес отрезал страну от свободного мира. И эта изоляция способствовала застою и продлению жизни советской власти еще на 45 лет. Сегодня ту же функцию выполняет уже ковидный занавес. Россиянам вновь стали недоступны большинство стран свободного мира. И эта вынужденная изоляция, как и во время холодной войны, углубляет застой, придавливает людей к земле, вгоняет их в режим индивидуального выживания и способствует сохранению нынешней мафии у власти. Во всех странах мира власти заинтересованы в успехе борьбы с коронавирусом. Путинская Россия является, возможно, единственным исключением, поскольку Путин и COVID-19 – союзники. Можно сказать, братья по оружию. Путин снова поймал свой фарт. Вчера это была дорогая нефть, сегодня – вирус. Остается надеяться, что когда пандемия прекратится, других союзников у Путина больше не останется. Российское слово «спутник» вошло в иностранные языки после того, как был запущен на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Той страны, в которой произошло это событие, нет уже почти 30 лет. Государство, которое объявляет себя наследником СССР, эксплуатирует прошлое, пытаясь приписать себе белые достижения, главными из которых является Победа и Космос. На базе Победы создан языческий культ Победобесия. А Космос – тот спутник один, который стал причиной одной из немногих русских языковых инвестиций в иностранные языки, был результатом усилий таких людей, как Сергей Павлович Королев и Мстислав Всеволодович Келдыш. А в путинской России космосом занимается Рогозин. Чувствуете разницу? Друзья, подписывайтесь на наш канал, а также на наши Твиттер и Телеграм, если хотите быть моментально в курсе самых важных событий. Все более подробно на сайте sobynews.com Спасибо всем, кто помогает в работе нашей команды. Ссылки и реквизиты в описании. Редактор субтитров А.Семкин